Здравствуйте! С подачи первого заместителя Генерального прокурора РФ в обществе разгорелась жаркая дискуссия. Поводом вновь стал вопрос бесплатного предоставления учебных пособий, а именно рабочих тетрадей. В Генпрокуратуре отметили, что в субъектах РФ отсутствует единообразная практика применения положений Федерального закона об образовании и требований ГОСТа. Получается, что в одних регионах образовательные организации обеспечивают обучающихся рабочими тетрадями бесплатно, других отказываются, поэтому родители вынуждены приобретать их за свой счет. Например, в Татарстане, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае рабочие тетради выдают бесплатно, а вот в Якутии, Самарской и нашей Архангельской области нет. В Федеральном законе об образовании в РФ четко сказано, что учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания предоставляются бесплатно. Но в законе не раскрыто понятие учебного пособия, и неясно, можно ли считать таким пособием рабочую тетрадь. Вместе с тем, в Генпрокуратуре отмечают, что рабочая тетрадь отнесена к учебному пособию межгосударственным стандартам, следовательно, должна предоставляться бесплатно. Но с такой позиции согласны далеко не все. Так, например, в Самарской области администрация образовательных организаций, отказывая бесплатно предоставить детям рабочие тетради, обосновывают свой отказ тем, что рабочая тетрадь определена в ГОСТе как учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета, то есть относят ее к практикумам. Кроме того, отказы мотивируются и тем, что рабочие тетради предназначены для индивидуального и однократного использования, и не могут быть предметом повторного применения, пополнения библиотечного фонда и выдачи на возвратной основе, а обеспечение учебных изданий в образовательных организациях осуществляется через библиотеки именно на возвратной основе. Подобная ситуация, к сожалению, складывается и в нашей Архангельской области. Получается, есть две вроде как аргументированные позиции. Только вот жителям одних субъектов Российской Федерации, согласитесь, повезло как-то больше. Время покупки рабочих тетрадей ложится не на плечи родителей, а на местную власть. Кто-то скажет, что это всего несколько тысяч рублей в год. Но разве все семьи в регионе могут себе это безболезненно позволить? И разве социальная помощь и бесплатное образование не одни из главных задач государства? Вообще, спор о том, платить или не платить за рабочие тетради, не нов. Есть даже судебные решения. Например, в прошлом году в Калининграде мать несовершеннолетней школьницы решила возместить средства, потраченные на покупку рабочих тетрадей. Ее позицию поддержал районный прокурор. Но суд требования истица отклонил, посчитав, что рабочие тетради не предназначены для многократного использования и не отвечают признакам учебных пособий. И тут мы, похоже, опять возвращаемся к отсутствию единой практики применения, о чем и говорят в Генеральной прокуратуре. Согласитесь, тут нужно навести порядок, только желательно в сторону родителей, образование ведь у нас бесплатное. Первый заместитель генпрокурора уже предложил министру образования и науки Российской Федерации урегулировать эту проблему. А мы направили соответствующие письма в региональное правительство и прокуратуру. Надеюсь, представители исполнительной власти пойдут нам навстречу. А пока мы разбирались в этом вопросе, нам дали один очень интересный совет. Причем дала его многодетная мама, которая, как никто, знает трудности воспитания и образования детей. Ввиду того, что аргументом противника в бесплатной выдаче рабочих тетрадей стало отсутствие возможности их повторного использования, она просто предложила задания из рабочих тетрадей выполнять в обычных. Тогда рабочие тетради без проблем будут передаваться в библиотечный фонд. Правда, остается проблема с учениками младших классов, где используются прописи, но это, согласитесь, проблема гораздо меньше. Думаю, это предложение имеет право на существование, и мы его обязательно обсудим. В таких случаях говорят, гольно выдумку хитра. А вообще, вся эта проблема, на мой взгляд, возникла еще из-за несовершенства нашего законодательства. Если нормы одного закона можно воспринимать кардинально разно и быть при этом правым, то это слабый закон. Поэтому писать и принимать законы нужно так, чтобы в них нельзя было найти лазеек, особенно для сомнительного отказа бесплатной помощи населению. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!